Амаль 30-годовый опыт Беларуси по переодолеванию Чарнобыльской катастрофы сегодня вельми запотребованный в свете. Неглядясь на все больше сучастные технологии, специалисты не выключают мягчимости новых радиоциальных катастроф. А это значит, что необходимо знать, как на них реагировать и что делать в первую очередь и в наступные годы. В первую очередь семинар по обучению дальних наступств ядерной аварии в Гомеле прошел в минулом году. Тогда в Беларусь приехали специалисты с 12 краин света. Сиоли Тайгу решили повторить, что свечит об эффективности такой формы международного супрацовництва. Сироту денег у представники Испании, Великобритании, Чехии, Португалии, Франции, Японии. Пытания кирования ситуации после радиоциальной аварии актуальны не только для краин, где есть уластная ядерная энергетика. Как выйти из ситуации, когда загрязнены продукты питания, когда организм человека поражен радионоклитами? И как вообще действовать в такой ситуации, если вдруг такое еще произойдет? На протягу пяти дней в улучшении белорусского опыта ликвидации ядерной катастрофы, обмен думками, наведывание специализованных медицинских установ и потерпелых территорий не выключаются из-за встречи с населенством. За 30 годов люди научились жить на поставарийной территории, а где тут так само были свои складанности. Безпека харчовой продукции – это одно испытание, которое плануется обмерковать. Есть разные ситуации. Например, если мы будем говорить о сборе грибов, о сборе ягод в загрязненных лесах и так далее, люди должны знать правила определенные. Но на самом деле на сегодняшний день уровень уже гораздо ниже загрязнения и практически он приближен к нормальному. Ну и в принципе люди уже имеют довольно хорошее знание в данной области, чтобы защитить себя. Разом с тем, коли мерковать по первых выниках работы семинару, по коль одиной думки на конт отдаленных наступствах Чарнобырской катастрофы у специалистов из разных краин нема. У самой Беларуси драматизовать ситуацию не мкнуться, а ли перспективы оценивать достатково осторожно. У себя, кем ради, в наступном году повинна початься реализация еще одной державной Чарнобырской программы. Основные приоритеты заховываются – социальная оборона населенства, оховные мероприятия в сельских и лесных господарках, новоковое сопровождение программ и социально-экономичное развитие территорий. Правда, тут есть одно новое уведение – приоритет будет отдаден проектам, которые пропонуют сами территории. Ну, прошло только 30 лет, это даже не полураспад. Это еще очень маленький период, особенно для тяжелых, для астронций это маленький период. Еще там йод сезий, то есть тут можно уже говорить, что как-то научились бороться и различными формами, то есть продукция идет чистая. То есть, применение защитных мер в сельском хозяйстве, допустим, это приносит свои плоды. Ну, а тронций, а тем более плутоний, который в ближней зоне, который затем будет расформироваться в Америции, уже начался этот процесс. В общем-то, процесс очень длинный, и сказать, что это все, уже все прошло, так нельзя.